ну что стервочки привет мы сегодня смотрим какое-то новое абсолютно для нас явление это арт-хаус любительская съемка я боюсь это смотреть так как домашняя я думаю нет смысла переживать потому что все наше творчество тоже в каком-то смысле арт-хаус и одним арт-хаузером смеяться другими арт-хаузерами выглядит как минимум низко поэтому от себя я буду восхвалять все увиденное во всех деталях искать глубокие смыслы понимаем что бюджет был на съемки этого сериала ограничен будем честны будем честны был ли он вообще потому что это снимала все на телефон это мы с друзьями так собирались тоже такие давайте фильм снимали фэнтези какой-то там кейчупа ты серьезно сохранилась одноклассник но не у меня одноклассник а может мы сможем это добыть ужастик снимали ужасе как типа триллер что не знаю а а у это какая часть тела была сейчас подожди я плохо начал все смотрим наслаждаемся и пожалуйста с уважением к девушкам творчество и это возможно возможно это первое с чего они начали и сейчас они снимают сейчас это дженнифер лоуренс возможно неоднозначно как это на ютубе да это непонятно какая часть это авторская задумка чтоб типа непонятно что это или задница или коленка или мое лицо а я рассказывала моя одноклассница ходила постоянно в туалет вот так вот часть фоткала короче руки вот ну вот эту часть вот так руки фоткала и приходила с ним галышу на жопу сфоткала у меня были веселые одноклассники похоже на все мы знали что это рука просто смешно не было такого что там все все равно арминия ваша дочь да нет учитель спалил и отвел что он неправильно понял подумал что это не жопа это другое не как раз правильно понял что это рука не как короче учитель однажды спалил как девчонки мы с девчонками что-то ну рисовали из книжки по биологии вот но мы сказали что это старшекурсники оставили от ним и нарисовали звездопад pictures представляю режиссер илья знакомая да он сидели сейчас снимается саундтрек красотка исполняет но дорого-богато ну а прям резко в лобешник пулю степан даже непонятно что из этого кто кирилл стуль или степан кто кто кого играет лео 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 евгений евгений карата это лица мне нравится что они тени у мамы спорли сто процентов милая девочка это очень талантливо для детей я восхищаюсь я вас и понимаешь это же отсутствие ограничений стыда взять вот так вот просто в масса собраться ты представляешь сколько народу было собрано мы уже здесь касту видели из десяти человек которые объединены одной творческой идеей смогли скоординироваться срежиссироваться и собрали музыку написали там есть сценарий ты чё по факту я всегда это сравниваю с запорожцем и феррари запорожец это тоже машину не есть колеса руль двери все необходимое она едет чуть-чуть не докрутили до феррари но все равно это все равно машины я вот отношусь к этому машину на него что происходит антюни дописала первого там долго писать на монтаже долго пишет румяна логотип классный напоминает ранетки он тоже да и песни вот это вот и в целом виды сейчас будут декорации не вдохновлялись ли более более хайповым проектом мне кажется что сами ранетки это какой-то арт-хаус дома жада а это как фанфик фанфик на фанфик они наложили получается ее на машину то есть это хромакей она реально едет да да у нее челка просвечивается или мне кажется не умы в школе смотрели когда девочки готовили нормально готовили но не смысле готовили а готовили выступление но в актовом зале что-то похоже мы наблюдаем а прикинь эти девочки выросли я когда маминок букинул да 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 эти девочки выросли у них уже там семьи дети работа карьера ну типа не очень сейчас ухоженные красивые девочки и вот это а выкладывал кирилл ключи от канала у кирилла ну а это экспозиция такая понимаешь то есть она куда-то едет и нам а обратно пока вот как она тренировалась как она поднимала мешки это часть социального ролика и сейчас она попадает наверное вместо как мне плохо она может реализовать свои танцевальные потому что две разные девочки нет это одна я ждал что сейчас мать зайдет и насчет куда ты пошла ну-ка выходи такая шлюха воспитала как знаешь пацаны первая серия закончилась первая серия закончилась она для него танцует понимаешь а он прям такой горный мужчина танцуй зулейка давай крутись там кто-то просто снимает и что-то там говорит там же звук отрезан и он ее пропирает на ржачь танцуй для меня танцуй для меня танцуй для меня танцуй для меня танцуй сапоги пока маме 40 записок шутите звонка о любви сюрпризах куда она приехала к нему наверно здесь очень сложно понять прям какое-то дворянское поместье видишь какое двухэтажное мне кажется это школа автоматически обычно Toronto пожалуйста не надо деньги аааа я говорю это две разные ну они были похожи слушай как это такое как я предвосхитился марина малина а марина марина малина марина любимая еще не так поняла ну драма вообще серьезно это был по-настоящему там нету театральной пощечины где-то и ладошку подставляешь или как-то вот типа хлопаешь это прям ему реально вмазали шлипок слышно этих всех тех но это пожалела его зуб подружатся 200 ручки подружиться одним удаком объединила море то общее они же для съемок с ним целовались ты понимаешь то есть это это жизни реально жизни встречаются решили дать с ним вдвоем с ним встречать я не знаю это все очень плохо они его разводят это две подруги которые решили держателя квартиры просто развести она подкидывает свою подругу с идеей соблазнить подает на развод и они отсуживают у него часть собственности потом перепродают и летят в анталию она буквально смотрит куда идет во первых наверное это очень тяжело у меня был один единственный опыт с каблуками это мамины каблуки и я считаю что каждый парень должен через это пройти потому что мальчик я не был парнем я был пятилетним ребенком с очень большим любопытством любопытством блин они реально в сговоре что я мне прям неприятно что это очень хорошо это понимаю это вот вот ты говорила саша что переживать вот рубин я в этом воспитывать понимаешь у нас на дворе буквально таких аферистов было очень для тебя это дико для меня это быт я не нервничаю он еще как минимум час после такого себя приходить будет да быстро ты его а я боялась что я еще рано пришла не впервой я же профи кстати поздравляю ну что что поделаешь если все такие кабели второй не изменяет и уже второй со мной совпадение я понял как нужно мы с тобой слишком экспрессивно реагируем на это все нам нужно это это просто ужасно я не могу на это вообще никак реагировать что за город интерес клябинск хотя все самое ужасное вот так кто из челябинска черня ваш город по не рубин там труп сережа лежит сейчас в будку трансформатор но заходит они там живут это там это доктор кто телефон наложили я знаю эту женщину она в нашем городе на рынке работала стояла за прилавком каждого утра разворачиваю городе снимать в моем городе снимал селябинска это меня развили вот счет успокойся она тебя не узнает легко тебе говорить это не твоя мать с того момента уже года три прошло да было это как вчера еще вроде недавно была хорошая семья парень отличная школа я была счастлива я знаю что произошло наверное не нужно об этом сейчас рассказывать когда тебя твоя мать может увидеть надо же прятаться она стоит такая сейчас не дай бог моя мать меня увидит а ведь моя жизнь была не такой я была богата успею мать такая приближается на пород мать уходит за то время пока она рассказывает свою драматическую историю раскрытие ядра потрясающе жизнь появился леонит 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 леонечек лёша это же тоже нет завалился они же без штатива вообще без снимали просто так держишь я представляю себе камеру когда на руку Надеваешь, так вот отворачиваешь, так вот сатишься, не пояжешь. Это же не телефон, они там нашли камеру. А, это тебе бред история, это Лео. Но они не по-настоящему целуются. Это все бац. О, Марта, ты уже домой? Марина, у меня всего 4 урока было. А, ну ладно, беги домой, мама луковый пирог приготовила. О, мой любимый. Ага, ну ладно, я побежала. Какая-то порнушка, не знаю. А что за луковый пирог? Еда какая-то такая, да? Я первый раз такое слышу. Взяли, лук натолкли. Фу, я ненавижу лук. Луковый пирог, что такое вообще? Вкусно, наверное. Класс, как-никак экзамены готовиться надо. Марина. Что, сестричка? Алена показала мне видео на уроке. У нас, кстати, были такие сливы. Первые сливы в школе были. Это Лео с кем-то спал. Нет, это он ее слил. О, блин, охренеть, об этом я не подумала. Я подумала, что Лео ей изменил, и теперь она изменяет. А, она не изменяет. На котором ты словишься с неким Лео. Она мне его скинула. Какая, Алена? Моя одноклассница. Алена Петленко. Удали сейчас же. 500 рублей. Что? Дай сюда телефон. Ага, сейчас. Ага. Завтра снова Алену скину. Передать своей Алене, что если она не сотрет это видео со своего телефона, у нее могут быть серьезные проблемы. Вообще, мне страшно там жить. Вы понимаете, это не... Это понятно. Творчество людей, которые пережили буквально то, что мы сейчас наблюдаем. Травлю, прессинг, сливы, измены. Ну, это все так ужасно, господи. Так ужасно, когда парни сливают, типа, фотки бывших, или видосы, или даже небывших. Супер низкая тема. Или просто там встречаются с кем-то, чтобы слить это. Блин, это... Ну, ниже этого, мне кажется, ну, не знаю, что только. А есть сливы только пацанов? Просто вот дикпики вот так вот. Мне кажется, нет таких групп. Никто этим не занимается. Это стоит. Я боюсь, я накаркал сейчас. Пойдут ссылки, не надо. Опять здесь был. Мы завтра увидимся. С радостью. Хотя, знаешь, завтра я не могу. Ко мне придет партнер поделать. Че? Какому бизнесу? У тебя на сцене просто не... Блин, какой нахрен бизнес? А, знаешь, я завтра тоже не могу. А я думал, ты можешь всегда и везде. Вот и... Я об этом. Сегодня сестра видео показала. На нем мы с тобой... Ты че, блеванула, реально? ...объезд целуемся. Его лица там не видно, только я. Но в порыве страсти я один раз называла тебя по имени. И? Где она его взяла? У нее его больше нет. Она снимала ее одноклассница, Алена Петренко. Третий класс. Ясно. Я подумаю, что можно сделать. Я подумаю, что можно сделать. Я посоветовую своим бизнес-партнером. Это был девятый, да? Через два года. Два года спустя. И они за два года научились разводить мужчин. Да. Вместе с... Два развода за два года. Это вообще потрясающе. Вместе с Аленой Петренко, я уже запоминаю. Она с третьего класса подросла. Спей в пятом. И какого у нас плана делала на завтра? У нас никогда не плана. Секс-крум там. Хочешь ты или нет, но я всегда все рассчитываю. Зануда. Реалист. Я бы сегодня спать пораньше. День был мне из легких. А завтра я сейчас с адвокатом встречу. О, разводы. Я еще погулять хочу. Душа просит праздника. И куда это ты собралась? Куда может пойти одинокая, несчастная девушка поздно вечера? Монастырь. Ба на дискотеку. Вот сейчас переоденусь. И пойду. Много не пей. И возвращайся одна. Ну ладно, подруга. Пока. Пока. Я пытаюсь прислушаться, как будто оттуда звук идет. Ничего не понятно. А звук из наушников. Я немного тупею. Это нормально, когда слушаешься, в первую очередь. Это рестик. Это клуб. Дискотека. Аварийный. Привет. Ты одна? Я? Нет. Я с тобой. Степан. Степан. Очень приятно. Вы не представляете, насколько мне это приятно, Степан. Что? Вы не представляете, насколько мне приятно, Степан. Тимур, мой Тимур. Люда, позвольте вас угостить. С удовольствием. А это был, я думал, это был сунтрек. А это, оказывается, звонок. Кто это? Хорошо. Да. Буду через 20 минут. Смотри, какой аксолот он сзади сидит. А что, Сах? Нет, ты че? Опять разводить Сергея? Я не знаю. А знаешь, в чем сюжет? Сергей, оказывается, не дурочок. Это будет парень умный. Он просечет это все. И они будут вместе. Он будет ими торговать. Там с подругой, наверное, что-то случилось. Он ее кинул, убил. Я не знаю, этот... Сергей. Ну ты, да, серьезно. Надо причесаться перед насильником. Это 100% развод какой-то. Она с первой, что она не может с дома выйти. Не напрашивай, не красиво. Не важно, что случилось. Как долго это называется? Рэп двухтысячных обожаю. Кто это? Это Бахтин? Бахтин? Бахтин. У меня был сосед Бахтин. Наверное, он. Это все. Это все в моем городе снимал. У меня опухоль мозга. Вот это вот. Знаешь, что песня? Откуда тут... А, ну да. Вы что-то узнали? Что с ним? Вы нашли его? Тогда какого черта я сюда приехала? Что вы узнали-то? Это совершенно... Да, это... Это деактив. Что? Крым наш? Так, он сейчас в Крыму? Ясно. Спасибо, отправляюсь завтра же. Две тысячи? Ладно, продолжайте наблюдение. Ну, это... Детектив. Она, наверное, ищет этого Лео. Потому что, как выяснилось, наверное, это потом раскроется. Тут такая драматургия. Сюжет такой. Что нам будет по чуть-чуть открывать все, что было в тысяча девятом году. Откроется, что Лео сам сливал эти видосы, и она теперь его ищет. И он пропал, и он скрывает. Я не знаю. Мне кажется, если я сейчас уйду, депрессия. Очень давит. Если опустить, возможно, неловкие какие-то отыгрыши, вся атмосфера пропитана реальностью. Кроме детектива, который за две тысячи рублей. Я думал, что детенсайдик какой-то. Он не мой. Это не ангел, Рубин, это факт. Евгений, Марта, мама Ольга Верещагина, Ника Валерия Минина. Тут, наверное, будут... Такая еще Ника. Еще какая-то Ника появится. Да, наверное, еще Ника Валерия Минина. Автор сценария режиссер Илья Верещагин. О, Верещагин вместе со своей мамой. Да, да, Ольга Верещагина. С Ольгой Верещагиной. Подожди, а тут у нас еще... Есть еще Верещагины? Тут семейный бизнес. Марина Анастасия Лузина, Ирина Репосова. Милая девушка абсолютно. Степан. Вот, Степан. Кирилл. А кто был нашим... Лео? Нет, кого вы сегодня в самом начале разводили? Степана. Это Степана развели? Да. Да, да, да. Степан, Степан. А, да, это был Степан. Это Кирилл Студин. Исполняет Настенко автор текста. Есть автор текста Александра Андреева. А, подожди, а разве сценарист не пишет текст? Автор текста музыки, Саш. А, ну, песни. Автор текста песни. Так это ж не они ее исполняли. Нет, в начале саундтрек красотка написано. Для кого? Вообще красный на черном. Я как будто фильм Чистилище смотрю. Танки. Что-то страшное. Благодарим кафе. Благодарим кафе, кафе, я в кафе. И лично Елену Романову. Кафе, я кафе. Кофе, я кафе. Что? Звучит, как рэп-строчка. Кафе, кофе, я кафе. Елену Верещагину за предоставленное для съемок автомобиль. Я же говорю. Короче, ребят, что за... Знаешь, что я скажу? Это круто, что мама господина Верещагина все это мало того, что проспонсировала, она... Машинца. Скажи, она выглядит как жесткая тетка. Но какая добрая душа. Это вообще кринге. Это кринге. Это даже не кринг. Мне очень нравится. Мы прям... Благодарим. Что? Звездопад Пикчерс. Смотри, как круто. Лейбл какой. Пикчерс. Пикчерс. А как? Я не знаю. Какой у вас твой? Ой, все, это мы уже видели. Я даже спрашивать у вас не буду ничего. Вы сами вправе решать в комментариях, что написать. Обязательно. Ребята, я хочу сказать. Эти лайки не нам. Мы ничего не сделали сегодня. Мы просто проводники между этой божественной академией и вами. Все. Вот этот маленький мостик. Абсолютно. Знаем свое место. Поставьте лайк, ребята. Я считаю, что это творчество достойно широких масс. Возможно, кто-то не видел и сейчас хочет выколоть себе глаза. Не спешите. Будет еще вторая серия. И вот после второй или третьей уже можно будет решаться. Лично от себя скажу, что я абсолютно поддерживаю творческие начала. И если каким-то образом госпожа стервочка 1, госпожа стервочка 2 попадет на эту реакцию в виде зрителя, сразу скажем, вы умнички, вы молодцы, вы претерпевали, вы добились успеха. Я вами горжусь и восторгаюсь. Мы дальше будем обозревать ваше творчество и полностью вас поддерживать. Если вы вышли на какой-то новый уровень, дайте знать. Мы обязательно также раскроем глаза всем остальным невежим. Восторг. Надо выпить, я так считаю. Да, я тоже. Пока. Пока.